Нам больше повезло, у нас в студии находятся те люди, которые видели, что сегодня происходило в зале суда в Хамове. Да, вот я бы хотела узнать, вот почему вы туда пошли? Андрей? Ну, я-то... По работе? Нет, я совершенно не по работе, по работе у меня журналисты ходят, а я просто, я же знаком был хорошо с Ходорковским. И я большой симпатию к нему отношусь и надеюсь, что он ко мне. Другое дело, что я не знал, что так легко пройти. А вы первый раз сегодня туда пошли? А, первый раз. Михаил, а вы? Мне о том, что достаточно легко пройти, сказала мама. Мама велела сходить. А у меня мама велела сходить. У меня была мама там просто где-то месяц назад. Потом вообще я стал следить через новую газету за процессом. И мне вот сегодня был как раз, был такой день, где вот и прокуроров отключили, но зря их отключили. Они ничего такого, как их эмоциональное выступление, о которых пишет новая газета какие-то, такого я не видел. Хотя я-то пошел, ну и, конечно, наверное, неудобно говорить, но с такой профессиональной точки зрения посмотреть на это. У вас какой-то сценарий? Нет, нет, никакого сцена, это ошибка, что вот я сказали уже по радио, что я решил поставить спектакль. Я же не драматург. Мне просто, как артисту интересно посмотреть, люди находятся в экстремальной ситуации. И видно, что и по Михаилу Борисовичу, и по Ремзеву, они бледные, видно, что они действительно в неволе люди. Но при этом собранность, вот есть собранность. Вот есть какая-то безысходность. Безысходности нет как раз. Безысходность как раз есть в глазах почему-то, вот противопорствующие стороны. У нас один товарищ сказал очень островную фразу. Там, где, ну, на Западе наручники, у нас скандалы. Да, у нас скандалы, а там наручники, вот одна разница. А он вас видел? Да, он, кстати, довольно, мне показалось, что он очень обманулся. И, да, конечно, и Лебедев там. То есть они реагируют на... Очень понравился Лебедев, очень понравился. У меня маечка. А там череп. О, Господи. У тебя череп, у меня череп. Смотрите, вот одна сторона этого процесса, это то, действительно, как выглядит, как ведут себя Ходораковские лебеди. Вторая сторона, это то, как выглядит и как ведут себя прокурор, судья, свидетель на этом процессе. Вот здесь, может быть, Михаил, ваши как раз актерские наблюдения. Потому что, ну, понятно, по мимике, по тому, как двигаются руки. Как они себя чувствуют? Мне кажется, что Герман Оскарович нервничал, нервничал по делу. То есть он потом, как мне известно, стал уже сказал, что он не хотел надеяться, что его показания не пойдут во вред подсудимым. Потому что, ну, это, естественно, человеческое абсолютно ощущение сожаления и сочувствия людям, которые находятся в него. А по времени, сколько вы планаточили? Мы были где-то часа два, где-то часа два с половиной. А Греф сколько вы спрашивали? Вот я про Греф. А вот эти все два часа? Около двух часов. Сначала Михаил Борисович задавал вопросы, потом задавал вопросы прокурора, потом еще какие-то вопросы, по-моему, я задавал. Да, а вот о чем, например, спрашивали? Ходорковский. Ну, Ходорковский, конечно. Ну, там были, ну, я точно не скажу, но он все время... Михаил Борисович, он часто повторял такое слово, собственно говоря, вы меня извините за то, что я вам задаю такие вопросы, но так сформулировано обвинительное заключение, что я вынужден вам задавать такие вопросы. Пример такой. Вы правда же, что я от вас не скрывал, что я был директором компании «Юкос». Он говорит, не скрывал. Он говорит, тот кивай, скажите, да-да, чтобы записать. Протоколе было отмечено. Кавкеанство там, конечно, такое хорошее. Да, он действительно много раз извинялся, потому что, ну, вопросы, на которые он был вынужден задавать... Кстати, я даже удивлен, что он сам, так сказать, интервьюировал свидетеля. Вполне, кстати, сказать, видно, что он очень готовился, он очень профессионально. Я, кстати, узнаю Михаила Борисовича по тем временам, когда он был по этой стороне решетки. В общем, стилистика досталась такая у него. И, кстати, в отличие от прокурора. Вот да, потому что мне очень хотелось узнать, а прокурор-то что спрашивал? Потому что Ходорковский извиняется за то, что он задает вопросы, которые среди экономистов нельзя в таком виде. в виде задавать. Он иговаривается. Да, и мне, например, показалось, что когда он интервьюировал, значит, Грефа, ну, что, например, он там говорит, что, ну, а правда, вот можно ли там украсть 350 миллионов тонн нефти, да? Грефа говорит, ну, я что-то такого, я не слышал, да. По-моему, это очень непрофессиональный ответ, но это, скажем так, то есть, от него же дали, как сказать, да это невозможно, в принципе. По схеме, ну, сам у себя украсть 300. Ну, это как мне в коммерсанте сказали, что, а правда, что мы украли все буковки с газеты? А я говорю, что, вы знаете, это что-то позапрошлым году было, я что-то не припомню такого. Вот, а уровень вот такой был вопрос, понимаете? А смех был в зале? Ну, было какое-то оживление, но, на самом деле, веселья такого особо не было. Это не веселая атмосфера достаточно, я не могу назвать это грустной, потому что, ну, видно, что там борются люди, да, и какие-то, и у них эмоции, естественно, но такое впечатление гнетущее, Кавка живет и побеждает.